Это очередное видео про нашу беседку. Вот таким образом она вышла из зимы. Мы здесь никаких еще операций не проводили. Так вот, как ее осенью обрезали, подвязали, в таком вот она состоянии у нас и находится. Заморозками ей повезло, она находится высоко над землей, а в этот раз заморозки были по почве, поэтому все, что находится выше двух метров, благополучно миновало заморозки. Но так может быть не всегда. Может быть обратная картина. Что мы сейчас здесь будем делать? Сейчас здесь нужно провести обломку. Но помните, что обломку нужно проводить только после того, как минует опасность последних заморозков. Ну, у нас вроде бы ситуация с заморозками устаканилась. Конечно, всякое еще может быть. Но мы надеемся, что они уже не вернутся. Скажите, хоть, хоть, чтобы не сглазить. Да, хоть, хоть, чтобы не сглазить. Но мы решили, что пора проводить здесь обломку. Побегов развилось очень много. Урожая очень много. Поэтому здесь обломка очень нужна. Вот в этой плоскости мы будем удалять все побеги. Потому что, во-первых, это северная сторона, не солнечная. А во-вторых, чтобы у нас не было здесь загущения, затенения и ухудшения проветренности. Поэтому вот эти побеги, даже они, если несут урожай, мы все равно их убираем. Не жалеючи. Потому что сейчас они выглядят маленькими. А через некоторое время могут затенить все пространство. Некоторые виноградари, возможно, не очень опытные, считают, что беседка, ее обрезал и достаточно. Больше здесь ничего проводить не надо. Но это не так. Беседка, как любая форма виноградного куста, требует к себе внимания и уход. Поэтому обломка здесь является важным и очень существенным приемом. Да, это несколько уменьшит тень, которую вы ожидаете получить от беседки. Но зато вы получите более полноценные, более качественные побеги и в том числе урожай. А сейчас... Смертельный номер. Сейчас смертельный номер, да. С этой плоскостью мы разобрались. Теперь мы будем разбираться с горизонтальной плоскостью. Здесь у нас есть вот такие побеги. Очень маленькие, очень плохо развитые, но уже несущие на себе груз. Конечно, такие побеги нужно поудалять. Иначе у вас будет чрезмерная загущенность и чрезмерная нагрузка урожая. Поэтому вот такие слаборазвитые побеги, плохо развитые, я рекомендую все поудалять. Чем мы сейчас и займемся. Ну вот, мы провели обломку в нашей беседке. Удаляли слабые побеги, удаляли двойные побеги, удаляли не туда растущие побеги. Скорее всего, мы будем здесь проводить еще вторую обломку. Потому что, возможно, это тоже чрезмерная нагрузка. Но это уже будем смотреть туда позже. Соцветия мы пока не трогали, потому что дождемся, как пройдет цветение и опыление. И по результатам уже цветения и опыления мы будем принимать какое-то решение по гроздям и соцветиям. Вот такую вот кучу мы побегов наломали. Среди них были вот такие вот хорошо развитые, мощные, уже более 40 сантиметров в длину с гроздями. Но они росли не в то направление, не туда, поэтому мы такие побеги тоже убирали. Но в большинстве своем у нас были вот такие вот побежки. Плохо развитые, по 2-3 соцветия, они слабые, поэтому мы их нещадно удаляли. И тем самым облегчили жизнь нашей беседки. Остальные побеги получат больше питания и лучшее развитие. Поэтому не пренебрегайте обломкой лишних побегов на ваших беседках.